здравствуйте друзья меня зовут александра постнова и я очень рада приветствовать вас на моем канале закоренела цветочник сегодня я вам расскажу про достаточно необычный суккулент и это колонхоя да да вы не ослышались это колонхоя колонхоя бывают не только привычные всем цветущие но они бывают и не цветущие это разновидность суккулентов и достаточно большое разнообразие сортов вот у меня в руках колонхоя терсифлора есть еще чем-то напоминающие его колонхоя десерт сюрприз еще и жив родящий колонхоя забыл как называется но не суть и так вот такое не цветущая колонхоя очень занятная надпись на горшке от производителя они назвали в флэп джек флэп джек в переводе с английского ты либо блин либо оладушек но мне больше по душе оладушек уж больно он хорошенький и написано флэп джек из magic то есть оладушек это чудо и наш оладушек волшебный это то что солнышко это то что он любит и делает его счастливым ну то есть по описанию уже понятно что это растение южного окна меня часто просят прям составить список растений южного окна их на самом деле много но общее название то суккуленты все что суккулентная ну плюс еще там розы жасмины и бугенвили это все растения южного окна и так каланхоя тирс тирси флора каланхоя тирси флора точно представляет из себя вот такой вот давай на сегодня уж снимает поэтому строго не судите он покривляется за кадром глупо хихикает и всячески пытается меня развеселить вот такой вот лопушистик абсолютно прекрасный вы видите у него такой как бы налет этот налет желательно минимально трогать то есть листья мыть ему не надо потому что когда мы будем его трогать и тем более протирать тряпочка у нас будут стираться видите появляться такие вот белые прозрачные полосочки вот где задевали его руками это не смертельно но делает его не очень красивым а соответственно не очень счастливым растет он достаточно быстро я бы сказала вчера буквально накануне съемки ролика был такой вопрос как быстро он растет растет довольно быстро по моим наблюдением но у меня правда не терсифлора у меня десерт сюрприз но тем не менее за год он вырастает до 10 сантиметров в высоту и получается такая большая пушистая капустная кочерыжка если вам не нравится когда он таким вырос вы просто отстригаете ему макушечку втыкаете в землю а то что осталось на дает вам боковых отросточков согласитесь очень необычно него геометрическая форма роста листьев и какие-то немножечко подкручиваются какие-то более прямые здесь один лист у нас но пришел уже такой от садовника немножечко видите покоцанный да можно так сказать то есть в какой-то момент что-то пошло не так дал трещину но тут же подсох и собственно лист дальше не коричневеет поэтому я не вижу смысла убирать его тоже несмотря на небольшую погрешность он все равно прекрасен что нам говорит садовник прямые солнечные лучи температуру от плюс 5 до плюс 35 полив очень умеренный раз в неделю есть нельзя когда мы покупаем растения первая мысль надо срочно пересадить его можно пересадить в день покупки нет у него никаких противопоказаний периода адаптации мы не требуется как большинство суккулентов он очень очень выносливый на что мы смотрим мы смотрим на дренажное отверстие если корешочки корешочков мы не видим поэтому до полугода совершенно спокойно вы можно оставить в транспортировочном горшке просто поставив его в красивое кашпо чтобы радовал ваш глаз на мой взгляд он будет хорошо смотреться в бордовых оттенках кашпо ну и какие-нибудь строгие белый бежевый тоже прекрасно оттенят его чудесные листики вот видите как растет лист то есть идут два листа потом немножечко под углом я даже не могу сказать что перпендикулярную как бы закручивается в своеобразную спираль и там вот такие два малыша маленьких листика не буду раздвигать чтобы не лишний раз его не калечить ну и прям такая толстая кочерыжка которая называется ствол ухода особо никакого опрыскивания нет единственное мучнистый червец может завестись но это надо очень постараться чтобы он завелся либо его залить либо поставить в тень тогда у него ослабнет иммунитет и конечно же он будет подвержен заболеваниям так растение очень крепкая выносливая идеально для новичков для тех кто еще пока побаивается растений но неравнодушен к суккулентам то есть если вы выбираете кактус и они вас хорошо растут стерсифлора вы подружитесь наверняка проблем с ним нет более того даже когда он вырастает достаточно большим он очень декоративен скоро буду снимать буквально через пару дней ролики про свои опять суккулентные садики покажу вам его брата близнеца у того просто нет красивых вот таких бордово-розовых окрашенных листьев не знаю что вам еще сказать грунт подходит для него для кактусов суккулентов удобрения если вы хотите его удобрить соответствующее главное не заливать то есть его лучше подержать подольше сухим нежели он вас простоит больше положенного в сырой земле тогда может конечно подгнить ну и само собой размножается он от листа черенкованием то есть просто воткнули в землю и он начал расти проблем с ним нет никаких прекрасен абсолютно давай мы еще крупным планом и так вот я его покручу на мой взгляд абсолютно медитативное растение и как ни странно то ли покупатели распробовали наконец необычные какие-то растения и поняли что если я что-то привожу это действительно стоит брать но первый раз за очень много лет терсифлора разобрали за неделю вот мне остался последний экземпляр то есть он просто очень хотел стать звездой ютуба поэтому он подзадержался в нашем магазине остальные семь штук ушли буквально за три дня цена у него очень привлекательная самом декоративной ну и как всегда начинают пылесосить полы когда я снимаю ролики тоже я даже не знаю как это назвать это просто закон поэтому я закругляюсь иначе меня сейчас будет плохо слышно процесс там тоже медитативно идет девушка очень медленно медленно двигать пылесос и сейчас она будет делать пять кругов вокруг нашей мастерской ну как раз то время как который я запланировала на съемку ну что друзья не ругайте меня сильно но моя любовь к суккулентам необычным суккулентом она велика ну почти такая же как фикуса просто суккуленты они совсем-совсем неприхотливы не капризны ничего не требует ничего не хотят просто хотят вас радовать своими красивыми пухленькими оладушкиными листиками так что если вдруг вы его захотели знаете он у нас бывает регулярно и вообще у нас на сайте flors.ru много чего интересного заглядывайте особенно когда нас всех запирают хотим мы того или нет растение это лишний повод порадовать себя любимого тем более что это не стоит много денег зато приносит огромное количество радости спасибо что досмотрели это видео до конца и надеюсь до новых встреч